Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Плановое заседание Депутатской комиссии. Ветераны Смоленской АЭС поздравили своих юбиляров. В Десногорске проходит акция «Внимание, дети!» Областная акция «Марш за жизнь!» Десногорские дети отметили свой профессиональный праздник. Открытие выставки Тамары Горчаковой и её учеников. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 29 мая состоялось заседание Депутатской комиссии. В ходе совещания были рассмотрены вопросы по налогам, финансам, планово-бюджетной и инвестиционной деятельности. Кроме того, депутаты обсудили дальнейшее развитие города, проблемы городского хозяйства и экологии. Подробнее в нашем следующем материале. На повестке дня стояло 9 вопросов. Два из них – об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года и о внесении изменений в бюджет города на 2018 и 2020 годы. Также на сессии были внесены изменения в правила землепользования и застройки Десногорска. Депутаты утвердили стоимость платных услуг в банно-прачечном комплексе Латона. Следующим вопросом в повестке стояло рассмотрение плана Десногорского городского совета на второе полугодие текущего года. Далее депутаты согласовали проект инвестиционной программы по реконструкции систем водоотведения и очистных сооружений нашего города. Это основные вопросы, которые комиссия решила вынести на 52-ю очередную сессию городского совета. Ветеранская организация Смоленской АЭС уже более 15 лет ведет активную совместную работу с администрацией станции и организациями города. Их основной задачей была и остается социальная поддержка неработающих пенсионеров. Руководство Совета ветеранов с АЭС никогда не забывает о своих подопечных и их значимых датах. Каждый месяц проводится собрание актива, на которых отмечают именинников. Вот и в этот раз, 31 мая, в зале реабилитационного центра собрались заслуженные энергетики, чтобы поздравить юбиляров месяца. Всего в этот день наградили и поздравили 31 ветерана-атомщика, родившихся в мае. Своим трудом они внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли. 11 человек в честь стаж работы на САЭС составил более 25 лет, были отмечены благодарственными письмами директора станции Павла Лубенского. Вручил их заместитель начальника управления информации и общественных связей Михаил Хоботов. Были в этот день и особые юбиляры – две супружеские пары, отметившие золотую свадьбу. Раиса Михайловна и Алевтин Андреевич Овсянниковы познакомились еще на строительстве Кольской АЭС. В 1976 году они приехали на Смоленскую станцию работать крановщиками в отдел строительства и перевозок. У них двое замечательных детей и двое внуков. За 50 лет совместной жизни они вывели свой рецепт счастливого брака. Жена должна любить мужа, а муж должен уважать жену. Молодым парам, я думаю, желать только терпения, уважения друг к другу. Ну и это большой труд семья. Трудитесь, ребята, и будет все хорошо. Валентина Федоровна и Евгений Иванович Дычук познакомились в городе Учкудук Республики Казахстан. Им понадобилось всего три месяца, чтобы понять, что они созданы друг для друга. С тех пор, вот уже полвека, они неразлучны. Выросли сын и дочь, появились трое внуков, а они все так же любят друг друга. Евгений Иванович с 1981 года трудился на Смоленской АЭС старшим машинистом турбинного цеха. Валентина Федоровна с 1982 года лаборантом химического цеха. Она и сейчас продолжает активно участвовать в жизни станции и поет в хоре гармония. Как-то вот у меня такое хобби сильно захотелось. Ну, не скучаю и в гармонии, и в Совете ветеранов участвую, отвечаю за цех химический. Ну, как-то не скучно мне, вообще не скучно. Творческие коллективы ветеранской организации станции в этот день создавали праздничную атмосферу для всех ювеляров. И было понятно, что для каждого из них возраст и прожитые годы – это всего лишь опыт. В душе они все так же молоды и полны планов и идей. В Смоленске наградили победителей и лауреатов 10-го областного конкурса «Воспитатель года». В течение нескольких месяцев за это звание боролись 16 педагогов дошкольного образования из 10 районов региона. Победительницей стала Инна Устинова из детского сада «Лесная сказка» город Десногорск. Лауреатов наградил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Теперь победительница представит регион на всероссийском этапе конкурса. Согласно данным статистики, число дорожно-транспортных происшествий с участием детей случаются наиболее часто. Чтобы предотвратить несчастье, инспекторы ГИБДД проводят операцию «Внимание, дети». Сотрудники ГИБДД продолжают проводить профилактические рейды, направленные на снижение детского травматизма. В настоящее время на территории Смоленской области проводятся оперативные профилактические мероприятия «Внимание, дети». Целями и сдачами, которые являются снижение аварийности, участие несовершеннолетних и обеспечение безопасности в период летних каникул. Особо хочется обратиться к водителям, более внимательно осуществлять проезд пешеходных переходов, а также производить перевозку пассажиров детей в детских удерживших устройствах. Акция продлится до конца лета. Виновного в наезде на пешеходов в Вязьме нашли. 87-летний водитель лишён прав сроком на 12 месяцев. Нарушителем оказался житель райцентра. Полицейским найти водителя помогло видео с камер наблюдения. Напомню, инцидент произошёл на одной из центральных улиц. Женщина с ребёнком вышли на зебру, где их сбила белая иномарка. Пешеходы отлетели, а машина скрылась с места происшествия. Теперь ему на год придётся поставить свой автомобиль в гараж. По поручению губернатора Алексея Островского, 1 июня на всей территории Смоленской области состоялась 4-я областная акция «Марш за жизнь». Десногорск также влился в ряды марширующих. Десятки неравнодушных собрались на площади у «Ангела мира», чтобы поддержать инициативу главы региона. Напомним, акция проходит в рамках утверждённого комплекса плана мероприятий по улучшению демографической ситуации на 2014-2018 годы. Главной целью «Марша за жизнь» является укрепление семьи и пропаганда семейных ценностей. Так как в акции принимают участие в основном дети и воспитатели, мы обращаемся всё-таки к детям. Мы стараемся говорить как раз-таки о ценности жизни, о ценности семьи, о ценности родителей. Я второй год веду эту акцию и по опыту прошлого года хочу сказать, что детям очень нравится. Дети внимательно слушают, дети воспринимают информацию. Ну и как говорят потом педагоги, что они обсуждают это, я думаю, что воспринимают. То есть интересно. Колонна активистов с плакатами и транспарантами проследовала импровизированным маршем до одного из самых душевных и трогательных памятников Десногорска – памятника семье. Расположенный рядом с детской площадкой у храма Стефана Великопермского бронзовый монумент запечатлел один из самых счастливых моментов жизни семьи, ожидающий появления третьего ребёнка. В мероприятии приняли участие представители администрации, духовенства, общественности, ребята из летних оздоровительных лагерей школ города и дома детского творчества, мамы с колясками. Звучало много слов о важности семейных ценностей, родительском долге и защите детства. Всем присутствующим были вручены маленькие календари с символикой марша. Я с удовольствием принимаю участие в марш за жизнь, так как я хочу донести свою мысль людям, что нужно беречь людей, что нужно дорожить друг другом и своей семьёй, что нужно друг друга любить и уважать. Мы участвуем в этой акции уже не первый год и сегодня, как и в прошлом году, мы раздавали маленькие календарики как подарки. Десногорск – самый молодой город области, не только по дате образования, но и по возрасту населения, но проблема демографии не чужда и ему. Мы всё реже создаём семьи и всё реже задумываемся о продолжении рода. Именно поэтому так важно донести до окружающих, что проблема существует и её надо решать. В успехе любого человека огромную роль играет семья. И в большинстве случаев она становится самым ценным подарком судьбы для каждого из нас. Каждый год первый день лета – особенный для детей всего земного шара. Традиционно любящие родители стараются провести его с ребёнком и подарить ему как можно больше внимания и положительных эмоций. Для десногорской ребятни он тоже оказался очень насыщенным и полным впечатлений. По всему миру 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В России он проходит с широким размахом. Именно в этот день стартует любимая пара школьников – летние каникулы. Для юного поколения устраивают спортивные соревнования, конкурсы, концерты и другие развлекательные мероприятия. Мальчишки и девчонки Десногорска в этот день могли побывать сразу на нескольких площадках. На площади перед реабилитационным центром под аккомпанемент духового оркестра ребята могли посостязаться в силе и ловкости в спортивной эстафете «Весёлые старты». Мне понравилось участвовать в них, потому что это были и спортивные, и весёлые состязания. Мы сплотились всем коллективом и участвовали в разных соревнованиях, которые нам задавали. Мне понравилось в эстафетах играть, у меня было классно и круто. После весёлых соревнований ребята отправились заниматься творчеством. В конкурсе рисунков на асфальте «Здравствуй, солнечное лето» они разбились на команды по 5-6 человек и включили свои фантазию и воображение. Надо было нарисовать, как вы воображаете лето. И мы вообразили лето в том, что в каждом коллективе есть своё лето. Она согревает ППСС. Задание было нарисовать лето, и каникулы, и счастье. Мы решили нарисовать с летом лагерь, два лагеря. Прекрасно мы здесь провели время. Хочется почаще так. Да, почаще так, незабываемые просто чувства. Все маленькие художники за свою работу получили подарки для развития творческих способностей. Ну а затем всех пригласили в концертный зал, где юные таланты посостязались в умении петь. На конкурсе «Караоке. Солнечное путешествие. Караолька. Атомстар» ребятня оторвалась на славу. А руководители творческих объединений ППО САЭС поддерживали их в этом с большим удовольствием. В это же время на баскетбольной площадке 4-го микрорайона детей развлекали сотрудники Центра культуры и молодежной политики, волонтеры, участники студенческого актива ОСА и Поколения, а также сотрудники Дома детского творчества. Школьники с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, прыгали и танцевали. В общем, веселились по полной. Сегодня 1 июня, день защиты детей, первый день лета. Почему нельзя попрыгать с детьми, повеселиться, но зарядиться хорошим настроением. Я рад, что наступили летние каникулы. Завершилось мероприятие зажигательным танцевальным флэшмобом, к которому присоединились и участники соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч 3 на 3», проходивших в этот день на соседней площадке. Материнское счастье – название красивой выставки рисунков, открытый в историко-краеведческом музее. Её автор Тамара Михайловна Горчакова со своими учениками уже не первый раз удивляют и радуют десногорцев своим творчеством. 31 мая в преддверии Международного дня защиты детей состоялось открытие выставки. В ней приняли участие ученики Тамары Горчаковой, их родители и представитель Совета ветеранов САЭС Людмила Мюллер. Она с приветственным словом обратилась к собравшимся, отметив, как замечательно, что выставка приурочена к 1 июня. Я хочу пожелать всем голубого неба, красочные, радуги, детишкам, замечательных друзей, интересных увлечений, ярких, фантазийных своих, замечательных картин. Людмила Мюллер подарила детям памятные подарки в знак внимания к их творчеству, а ребята поделились с нами, что они изобразили на своих рисунках. Я нарисовал вот эту вот картину «Мечтатель», как мальчик лежит в поле где-то и мечтает, глядя вверх на звездное небо. Мне нравится заниматься у Тамары Михайловны. Это портрет девочки. Это снежная картина. Это кукла, она под звездным небом. Я ее забыла, и она жила и смотрела в звездное небо. Это вторая снежная картина. С выставкой можно ознакомиться до 1 июля. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok